Абиссаль. Абиссальная область или абиссальная зона. Область наибольших морских глубин. Происходит от греческого слова бездонный. Абиссаль начинается с глубины 3000 метров и простирается до самых глубоких морских впадин. Характеризуется относительным покоем воды постоянной температурой 1-2 градуса Цельсия и постоянной соленостью около 35%, а также высоким гидростатическим давлением, достигающим 600 атмосфер, наличием илистых грунтов и полной темнотой. Эти свойства определяют своеобразный животный мир Абиссаля. Слепые или наоборот снабженные громадными глазами формы галатурии, некоторые морские звезды, двустворчатые моллюски, черви, губки. Их число составляет от полутора до трех процентов от всех видов морской фауны. Синекура. В переводе с латинского беззаботы о душах. Синекура в средние века – это церковная административная должность, приносящая доход, но не связанная с выполнением каких-либо пастырских обязанностей или с пребыванием в месте служения. Такие должности были широко распространены в католической церкви. В современном языке слово «синекура» стало нарицательным для обозначения должности, которая дает хороший доход, но не требует от занимающего ее человека никакого труда. Лиры-рыбы. Лиры-рыбы – это семейство рыб отряда окунеобразных. Тело длиной до 35 сантиметров, вольковатое, голое, часто ярко окрашенное. Самцы крупнее самок, голова приплюснутая, жаберные щели представляют собой округлые отверстия, находящиеся на затылке. Брюшные плавники расположены на горле. Всего существует около 45 видов таких рыб. Встречаются они повсеместно в умеренных и тропических морях. Тропические лиры-рыбы необыкновенно красивы. Наиболее известна обыкновенная лира-рыба, обитающая в Средиземном море. У самцов этой рыбы очень высокий первый плавник, и окраска тела довольно яркая, особенно в брачный период. В России в Черном море встречается несколько видов рыб. Полосатая лира-рыба, бурая пескарка или морская мышь. Хотя на мышь эта рыба совсем не похожа. Ей больше подходит другое название – пескарка, так как эта рыбка любит плавать у песчаного дна, где питается беспозвоночными животными, ракообразными и червями. Существует также серая пескарка или малая морская мышь. Пескарка ведет ночной образ жизни, а день проводит на дне, зарывшись в грунт. Тесло – это орудие для обработки дерева, напоминающее топор, но имеющее лезвие, перпендикулярное топорищу. В эпохе неолита и бронзы тесло изготавливалось из камня, кремня, сламса и имело форму клина, иногда со слегка закругленным рабочим лезвием. В Железном веке стали распространяться железные тесла. Обычно рабочий край тесла расширен и закруглен. Иногда он имел желобчатую форму, и такие тесла применялись для выдалбливания изделий из дерева. В Древней Руси широко применялись тесла разных форм.